Часть третья. Глава первая. Вжик-жеу, вжик-жеу. Пел черный точильный камень, скользя по длинному мечу из странной голубой стали. Вжик-жеу, вжик-жеу. Никакое орудие и так не смогло бы оставить на клинке ни единой царапины. Он почти не тупился. Но для Хагена обряд заточки меча все равно оставался священнодействием. Вот и сейчас он в очередной раз точил голубой меч, как делал всегда перед боем. Второй день шел, как учитель вытащил его с Авалона, и сейчас оба мага, Рокот и Хедин, были заняты поисками дружинников Хагена, поглощенных ледяной бездной, куда их всех затянули коварство и хитрость Мерлина. Они уже обнаружили этот жуткий провал в реальности нашего мира. Беззвездный и бессолнечный мир, полный льдов, туманов и унылых полуразумных существ, бродящих там во мгле среди высоких торосов и рапаков. Вход в эти мрачные области оказался наглухо запечатан властными заклинаниями Мерлина. И сейчас учитель с читающим разгадывали их прихотливые извивы, а Рокот готовился в случае надобности проломиться туда силой. Воинам, морякам и прочим обитателям Хединсея ничего не сказали о судьбе пропавшей армии. «Они живы!» — уверил всех Хаген. «Живы и вскоре присоединятся к нам!» Его слово не могло подвергнуться сомнению. «Раз Тан сказал, значит, так оно и есть». Много интересного сообщил и читающий, разобравшийся, наконец, в творившейся на столпе титанов в Олжбе. Молодые боги велели покончить с учителем Хагена. Даже кроткая Елини приказала выступить своим слугам. Хозяева обетованного гневаются на Мерлина за то, что он дал магу Хедину зайти так далеко. Верховный маг поколения послал Сигрлин, волшебницу свиты Елини, усмирить дерзкого чародея, несмотря на то, что Сигрлин сама вела сейчас войну со слугами дальних сил. Причем никто, даже сама Елини, не знал, зачем ей это понадобилось. По молчаливому соглашению ни Хаген, ни Учитель, ни Ракот не касались в разговорах между собой неназываемого. Маги долго колдовали, отрядив целый сонмище удивительных существ, подданных восставшего, к самым дальним пределам мировой сферы. Сотворенные Хедином астральные разведчики отправились в долгий путь по серым областям края призраков. Кое-кто обосновался в межреальности. Читающий заклятие не смыкал глаз, пытаясь уловить малейшие изменения в токах магической энергии мира. Ни Хедин, ни его ученик, ни даже читающий не поверили, что с неназываемым невозможно справиться. «Всесильных существ нет и не может быть!» — непривычно для Хагена горячасть говорил его учитель, с волнением ударяя кулаком о ладонь. «Это противоречит замыслу Творца. Были барьеры, удерживавшие эту тварь вне хаоса, не говоря уж об упорядоченном. Значит, возведя перед ним такие же, как были, мы можем остановить его». «Может быть. Но мое заклятие не только призывало его в наш мир, пробуждая от вечного сна. Оно еще и делало проход для него в ткани мира», — вяло возражал Ракот. «Тьме ведомо, что раз проникнув за эти барьеры, он уже не остановится, пока не сожрет весь мир, заодно с хаосом». «Пусть так», — восклицал учитель. «Но все-таки каким способом он уничтожит все сущее? Превратит в часть самого себя...» «Погодите, погодите», — прогудел тогда старый Хрофт, примчавшийся по зову Хедина верхом на своем восьминогом слепнире. «Что-то в голове моей бездоброго Эля все, наконец, перепуталось. Давай-ка, приятель, начнем с самого начала, иначе я вам ничем помочь не сумею. Кое-что я об этом создании слышал, конечно же, не без того. Но все больше слухи, десятым ртом переиначенные да перевранные. Расскажи-ка мне все с самого начала, да не упускай ничего. Мы все послушаем. Глядишь, и думать легче станет». Гордый Ракот косо посмотрел тогда на отца дружин, задетый его панибратским тоном. Но былому хозяину Асгарда было не привыкать, и не таковских видывал. Он и бровью не повел. И падший маг начал рассказывать. Давным-давно, когда маги нашего поколения еще проходили суровое ученичество, нам всем впервые было рассказано о неназываемом. Что это такое или кто это такой, наставники не говорили, вообще крайне редко касаясь в своих речах этой темы. «Молодые волшебники усвоили лишь, что где-то за пределами хаоса и упорядоченного, в невообразимой дали от границ нашей мировой сферы, незапредставимым никакими чувствами и неописуемым никакими словами или понятиями барьером, лежит ничто. А в этом ничто, тем не менее, существует нечто». «Ничего не понимаю», — пробормотал Хрофт. «Если в ничто есть нечто, ничто уже тем самым не ничто». «Хаос и упорядоченное при всех их внешней нескожести в основах своих, тем не менее, довольно близки», — продолжал тем временем Ракот, бросив еще один досадливый взгляд на отца дружин. Восставший не любил, когда его прерывали или ставили его слова под сомнение. «И тут и там есть материя, костное вещество, есть свет, есть движение, а тут и там существуют многообразные магические силы. А ничто от того так и называется, что там ничего этого нет. Нет, и все тут. Существу из нашего мира невозможно уцелеть, оказавшись там. И вот в этих краях, если их только можно так назвать, и обитает неназываемый. Древние пытались понять, что же он такое, не слишком преуспели, но кое-что разузнали. Известно, что он разумен. Известно, что он невероятно неописуемо могуч, и что его терзает вечный голод. Само собой, разумеется, голод не в нашем понимании. Подобно существам из областей хаоса, способным пожирать ткань нашего мира, мира упорядоченного, неназываемый поглощает составляющие реальности и всего прочего. Так что, если уж он дорвется до лакомой чужеродной материи, его не остановить никакими силами. С каждой поглощенной частицей вещества мощь его возрастает, подобно обитателям хаоса. Ракот страшно заинтересовался всем этим еще в те давно ушедшие времена нашей молодости. Непредставимое ничто и его таинственный обитатель завладели его воображением. Много веков спустя, став повелителем тьмы, обретя ключи от заветных кладовых сил и знания, которые он мнил неисчерпаемыми, Ракот вернулся к старому своему увлечению, уже тогда смутно прикидывая, нельзя ли использовать это в своих интересах. Его мечтой было тогда натравить неназываемого на обетованное, однако таковой не сыскался, к великому сожалению падшего мага. Тем не менее он упорно продолжал свое изыскание, осторожно исследуя природу разделяющих пространства барьеров. Довольно скоро выяснилось, что здесь творец постарался на славу. Мощь этих преград многократно превышала даже всем известную крепость заслонов против натиска хаоса. Однако даже творцу не удалось обойти великий закон. Чем тверже предмет, тем он более хрупок. Неутомимый Ракот понял, что объединив магические силы духов межзвездной тьмы и похитив часть бесцельно растрачиваемой энергии света, можно создать нечто вроде исполинского тарана, способного на краткий миг пробить брешь в этих преградах. После этого Ракоту и удалось сплести удивительное заклятие, которое любой маг смело отнес бы к разряду величайших и тайных. На самый черный день припас он это заклинание, поклявшись, что если ему будет грозить неизбежный и бесславный конец, он воспользуется своим тайным оружием и угрожая им победителям, заставит Фортуну вновь обернуться к нему лицом. Однако в самый последний момент, когда пали все его твердыни, рассеялись армии, погибли или оказались в плену вернейшие соратники и рати молодых богов ворвались в его цитадель, Ракот дрогнул. Он не сомневался в знаниях, добытых тяжким трудом. Он знал, что, произнеся роковые слова, обречет на уничтожение весь мир со всеми его обитателями, но внезапно понял, что не в силах совершить это поистине чудовищное деяние. Он замешкался, нежданно-негаданно вспомнив о мириадах живых существ, даже не подозревавших о жестокой войне, гремевшей в пределах мировой сферы. Мысль эта оказалась крайне неожиданна для него. Раньше все создания, разумные или нет, служили ему лишь бездушными орудиями, и он, без сожаления, мог отправить на верную смерть сотни и тысячи, если, к примеру, этого требовала военная необходимость. Но тогда он промедлил, потерял драгоценные секунды, и гвардия молодых богов, крылатые гиганты, стражи обетованного, сумела окружить его и пленить. Однако все имеет свой конец. Настал предел и казавшимся нескончаемыми мукам заключения. Пришло освобождение. Пришло неожиданно. И когда Ракот осознал, что он вновь имеет тело, и тюрьма его обратилась в опрах, он, наверное, на время потерял рассудок от радости. Поэтому, поняв, что на них движется верная смерть в образе меча Мерлина, он окончательно обезумел. В сознании рухнули последние сдерживающие барьеры, и он произнес черные слова проклятия всему сущему. «Не то это все», — поморщился тогда старый Хрофт. «Говорить надо о том, что держало неназываемого вне наших пределов». Тут волшебники и старый бог перешли на столь специальный язык высшей магии, что даже Хаген, отнюдь не считавший себя профаном в колдовстве, перестал что-либо понимать. Там, на этих границах, творились вещи, воистину неподвластные людскому разумению. Там сходило с ума само время. Там погибали равна и тьма, и свет. Ничто, никакая сила не могла пробить эти барьеры, чтобы какое-то тело из нашего мира вышло за их пределы. С помощью читающего, хранившего в своих эфирных шарах летопись колдовских деяний всех минувших эпох, были вызваны старые заклятия познания, посланные Рокотом в дальний путь из темной цитадели к самым пределам сущего, пробившиеся сквозь мир и сквозь хаос и вернувшиеся назад. Совет длился долго. «Мерлин, конечно, если еще не понял, что случилось, то наверняка взволновался», — говорил Хеддин. «И то же самое, молодые боги. Проклятие! Мне всегда нужно было заставить их действовать. Если и неназываемый их не расшевелит, мне останется только проползти на коленях весь путь от Хеддинсея до Обетованного и просить у них прощения». «А зачем тебе, чтобы они начали действовать раньше, чем мы сами будем готовы?» — возражал ему Рокот. «Тьма давно залечила раны, силы ее велики, как никогда. Но все это против Обетованного, боюсь, бессильно». Закончил он и криво ухмыльнулся. «Мы забыли о Барлангури и Демогоргане», — напоминал старый Хрофт. «Об этой паре никто ничего толком не знает. Откуда тебе ведомо, что они не в силах одолеть неназываемого?» «Да, дух познания сейчас был бы очень кстати». Чуть нервозно, потирая руки, усмехнулся Хеддин. «Он то появлялся сам чуть не каждый день, а тут вдруг исчез, когда началось самое интересное». «А что дальнее и древнее? Разве они могут остаться в стороне?» — спрашивал отец дружин. «Вряд ли им есть куда отступать из пределов упорядоченного. Если древние силы похитили эту вашу Сигрлин, то, быть может, они все-таки выступят на нашей стороне». «Чтобы избавиться от угрозы неназываемого, я готов взять в союзники хоть самого Емерта и всю его братью», — объявил Рокот, правда, без особой радости. И разговор вновь переходил на поиски средоточий дальних и древних сил. Касался тех заклятий, что могли дать доступ в эти тайные области. Хаген заметил, что его учитель становился мрачнее, стоило кому-то из собеседников произнести имя Сигрлин. «Да что там, маг Хеддин?» Сам Тан вынужден был признаться себе, что, имей он сейчас волю, несмотря ни на что, отправился бы спасать волшебницу. Умом ученик Хеддина понимал, что надо радоваться. Выбыл из строя один из их сильнейших врагов. А нутро — не сердце, принадлежащее Ильвинг. А именно нутро — глубинное, жестокое, темное, где навечно впечатан был образ обольстительнейшей из смертных и бессмертных женщин Большого Хьорварда. Оно настойчиво и неотвязно шептало и шептало свое. Наконец остановились на следующем. Хеддин и Ракот первым делом плетут и отправляют к границам целый легион дозорных заклятий, которые предупредят их, едва неназываемый попытается проникнуть в пределы упорядоченного. Хрофт и Хаген пробиваются в ледяную бездну, где заточены воины отряда, штурмовавшего Авалон, и выручают их оттуда. Неназываемый и неназываемым, но еще никто не знает, сработало ли вообще проклятие Ракота. А война не окончена. Молодые боги живы и здравствуют. Маги в замке всех древних деятельно готовятся к решающей схватке. Кроме того, особые послания отправляются владыкам древних и дальних сил. Здесь было не обойтись без эльфийской магии, и Хеддин собирался прибегнуть к помощи преданных ему альвов. Подбить их, выступить на войну против молодых богов – дело, конечно, безнадежное, но вот помочь в общении с капризными и непредсказуемыми повелителями дальнего – это они вполне могут. В остальном план Хеддина решили оставить без изменений. Ничего иного им просто не приходило в голову. Бросят все армии против неназываемого и окажутся уничтоженными армиями молодых богов. К духу познания и его брату Демагоргону взывать было бессмысленно. Если те сочтут нужным, то вмешаются сами. На чужую же мольбу они никогда не отзывались. Однако уже в самом конце разговора старый Хрофт произнес, внезапно нахмурившись и со странным для него оттенком неуверенности в голосе. А остров Брандей? Что если их? Брандей! Брови Ракота поползли вверх. Даже я старался не связываться с ними. Забыл, кто они такие? Не забыл. Но неназываемый грозит всем, даже слугам хаоса. Так Хаген неожиданно для самого себя узнал, что этот остров, уже много тысячелетий пользующийся самой дурной славой, держит в руках самые настоящие подручные хаоса. Их называют черными магами острова Брандей. Хотя, конечно, никакими магами они не были. Существовал канал, по которому хозяева Брандея черпали силы из-за грани упорядоченного. И канал этот был укреплен настолько хорошо, что даже соединенной мощи всех магов одного поколения не могло хватить на то, чтобы рассечь эту проклятую пуповину. А вот почему слуг хаоса оставляли в покое молодые боги, составляло тайну даже для Хедина, не говоря уж о Ракоте и Старом Хрофте. Не хотел бы я столкнуться еще и с легионами хаоса. Хедин с отвращением передернул плечами, словно увидав перед собой нечто омерзительное. «Боюсь, нам всем придется выбирать. Весь мир и война с хаосом или всеобщая гибель без малейшей надежды на победу». Возразил отец дружин, яростно теребя бороду. Видно было, что былому владыке Асгарда тоже не улыбается получить хозяев острова Брандей в союзнике. Но на то он и считался в свое время мудрейшим, чтобы в минуты нужды не проходить мимо любой, даже самой невообразимой возможности получить поддержку. Однако страшных владельцев Брандея решили оставить на самый крайний случай, если неназываемый действительно уже начнет вползать в пределы упорядоченного. Нечто большее, чем не поддающееся объяснению отвращения, удерживало магов Ракота и Хедина от этого противоестественного союза. Что-то, суть чего они никак не могли втолковать старому хрофту. И потом, когда Ракот отправился на дозорную площадку встретить первые отряды своих слуг, добравшихся до острова из отдаленных слоев реальности, а отец дружин возымел желание утолить жажду парой-тройкой кружек доброго Эля, и Хаген остался наедине с учителем, маг неожиданно рассмеялся, хотя смех его, признаться, звучал совсем невесело. Ха-ха-ха-ха! Удивительное дело! У нас всех того и гляди поглотит ничто, а мы все судим, как нам, одолеть Мерлина. Но еще удивительнее то, что если мы не будем продолжать пытаться одолеть Мерлина, он точно одолеет нас, невзирая ни на какого неназываемого. — Учитель! Неужели вся наша добыча из храма Ямерты никуда не годится? — спросил Хаген. Его по-прежнему терзала обида, что добытые таким трудом и такой кровью сокровища на поверку оказались никчемными, не считая, конечно, великолепного диска, спасшего ему жизнь на Авалоне. У меня есть надежда только на жезл, что вы с хрофтом отняли у стража обетованного. Да еще смутные подозрения насчет амулета Ямерта, признался Маг. Остальные — либо самые настоящие фальшивки, годные лишь на то, чтобы дурачить жрецов, да несчастных обитателей хранимого королевства. Либо в них скрыта магия, недоступная моему разумению. Но времени мало. Разыщи хрофта, вам лучше отправиться в путь немедленно. — Но сперва я повидаюсь с Ильвинг, — заметил Хаген. Волшебник коротко кивнул и уже весь во власти своих помыслов быстрым шагом заспешил прочь. Хеденцейский тан проводил учителя взглядом и отправился на половину жены. Они расстались совсем недавно, ведь по времени Хеденцея здесь прошло лишь пять дней, и неприлично было высокородной дочери Ярла, супруге могучего хеденцейского тана, кидаться ему на шею после столь краткой разлуки. Ильвинг строго блюла обычай. Но по глазам ее Хаген читал, чего именно хочется ей сейчас больше всего. В то время как они в присутствии ближних женщин Ильвинг обменивались соответствующими моменту фразами. Потом было и многое другое. И Хаген с величайшим трудом заставил себя оторваться от жены, когда старый Хрофт нарочито громко затопал и закряхтел за дверью. Ракот привел своих. На это стоит поглядеть.